В данном случае, давайте вспомним доктора Хауса, который был такой известный доктор, сериал, да? Да, конечно, Хиллори, да, в главной роли. И не случайно в его команде была та самая женщина, единственная, которой звали Тринадцатая. Именно она умела подметить какие-то нюансы, и используя вот этот маленький симптом, доктор Хаус уже делал окончательный какой-то диагноз, ставил и окончательный анализ, переходящий вот в тот самый диагноз. И в данном случае, если мы коснемся политики, с одной стороны, это очень хорошо, когда в политике женщины, еще раз повторяю, женщины более пластичные, более гибкие. К сожалению, психика мужчин так устроена, что она жесткая, очень конструкция. Но управлять все-таки этими женщинами, ну не то, что должен, желательно, чтобы ими управлял все-таки мужчина. Потому что он умеет видеть картину целиком. Либо это должна быть такая женщина, как Маргарет Тэтчер, о которой мы сегодня уже говорили, у которой как раз-таки мужской ум, да, вот эта самая синтетичность, логика, разумность, и которая умеет мыслить как мужчина. У нас есть звонок, между тем, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А скажите, пожалуйста, вот ваше, как бы, мнение, скажем, когда женщина, наоборот, она входит, как бы, главная цель ее жизни, это только лично она, то есть семейный муж-ребенок. Но она, как бы, в семье занята только тем, что ей интересно, улучшением своего внешнего вида, там, операции разные, спортзал и все такое. А для ребенка, который, так сказать, чтобы не было скучно, купи, приобрели кролик. Ну, муж зарабатывает деньги, хорошо зарабатывает, то есть она обеспечена. Вот такие отношения в семье, они, как бы, долгосрочные, может это так и всю жизнь продолжаться. Спасибо. Да, вот я дополню, какой это тип, вот, потому что мы говорили, что обычно мы рассматривали вопрос, что это мужчина в женском теле, который энергично не хочет заниматься домашними делами, а хочет творить какие-то великие дела. А тут мы видим прямо противоположную картину женщины, заинтересованная, ну, в автотюнинге, простите за такой вот грубый, может быть, термин. Но она и этим не хочет заниматься, и тем не хочет. Вот, это как раз по архетипу та самая девочка, или Юнг называл предвечная дева. Вот здесь как раз та самая инфантильная психика. И, конечно же, как ребенок, такая женщина, она интересуется только тем, что для нее представляет смысл. Это красота, это какие-то подарки, это, возможно, какие-то путешествия. И в данном случае ребенок, он является, ну, составляющей, обязательной составляющей, ну, как бы счастливой семейной жизни. То есть, по сути, этой женщине ребенок не нужен, потому что она сама ребенок. И ребенок ребенка, ну, воспитывать, ну, не то, что не может, не получается у нее, не способна она. Возможно ли такой женщине дозреть, ну, с большим трудом, скажем так. А очень часто именно мужчинам кажется, что вот она такая милая, она такая вот, она еще молоденькая, да, мужчины говорят. Она вот пройдет несколько лет, да, и она повзрослеет, поумнеет, она степенится. Нет, этого не будет никогда. На какой возрастной фиксации человек будет всю жизнь, уже понятно, когда ребенку 10 лет. Уже будет понятно, на всю ли жизнь останется этот человек, неважно, мужчина или женщина, ребенком. Либо уже, в принципе, будет на более взрослых возрастных фиксациях. И эта барышня, да, она действительно будет заниматься только собой. Вот сейчас, кстати, у меня в терапии одна семейная пара, где вот мама с легкостью отказалась от звуков своих детей, передала их папашу. У папы новый брак, и вот эта женщина, его новая жена, вынуждена нянчиться с его детьми, не являясь для них мамой. А он, испытывая, отец, испытывая чувство вины, без конца забирает их в семью. А там мальчику вообще 7 лет. И он без конца, папа, поиграй со мной, папа, своди меня куда-то, свози меня куда-то. И эта новая жена, она как бы говорит, я вообще не понимаю, я вышла замуж или вообще вот я стала воспитательницей детского сада. Потому что у меня, говорит, и свой ребенок, и еще вот чужие появились. А вот их мамаша инфантильная абсолютно ездит за границей, ездит на всевозможные ретриты, занимается вот тем самым аутотюнингом. И, в общем, как бы дети пристроены, и ей хорошо, спокойно. Так вот, отвечая на вопрос нашей радиослушательницы, я хочу сказать, что отношения, и я неоднократно это говорила, отношения – это дело рук женщины. И вот как женщина все устроит, так в семье и будет. Эта семья распалась, эта семья распалась. Печальный опыт, а у нас между тем еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый, добрый. Добрый. Вот есть давно древнее выражение – женщина шея, мужчина голова. И когда дама предлагает шее занять место головы, как бы голове не было комфортно быть вместо шеи, она будет сопротивляться, она никогда не сопротивляться. Поэтому надо уложить древних. И вот я сам доктор науки, я заметил такую вещь. Если в семье управляет женщина 80%, такие семьи и сохраняются. Если управляет мужчина, женщина теми распадается. Что это значит? Идет мужчина с женщиной. Мужчина говорит, о, я хочу взять вот эту табакерку, она мне так нравится, женщина говорит, да, прекрасно, но ты так хотел чайную, чайник взять, бери чайник и пошли. Он берет чайник и пошел. Она говорит, вот видишь, какая я у тебя послушная. Ты хотел чайник, я согласилась с тобой. И вот до тех пор, пока умная женщина будет вести так, женщины в семье живут. Вот я вот прожил 50 лет, я так и живу. А для мужчины должно всегда оставаться последнее слово. Как бы женщина его не доставала, какая бы она с кервотиной не была, он должен стукнуть кулаком по столу и сказать, «Прости, я виноват». И вот так знаете же, тем не менее. Спасибо, спасибо, да. Такой интересный, ну, скорее, комментарий, не вопрос. Комментарий. И спасибо вам большое за такой комментарий. А мне вспомнился комментарий моего папа-профессора, который всегда использует такую французскую пословицу, «Если женщина не права, попроси у нее прощения». Ну да. Таким образом, да, будет все гармонично в отношении. У нас еще просто звонки начались очень активно во второй половине разговора. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Два коротких вопросика. Что же делать с теми женщинами, которые не понимают, что они баба-мужик, но играют чисто женщину, но от этого сама страдают? И наоборот, что же мы с этими мужчинами делаем, которые думают, что они мужики, но на самом деле они не мужики, но они вот стараются быть мужиками, но у них это не получается. Спасибо. Ответ простой. Объединиться им в пару. Этой женщине и этому мужчине. И будет та самая комплементарная пара. Еще раз повторю. Мы огромное количество таких союзов знаем. Когда мужчина, вот такой вот мягкий, не способный зарабатывать деньги, становился очень известной личностью благодаря своей женщине. Например, известный французский певет Джо Десен. Его супруга была его менеджером, даже его парикмахером. И, собственно, сделала его известным человеком. Здесь нужно бояться признать в себе вот эту психологическую составляющую. Что да, я, например, не способен, я не знаю, добывать газ и нефть, но зато я способен писать прекрасную музыку. Кстати, знаменитейший петербургский композитор, вообще, что называется, душа Ленинграда, Андрей Петров, вот у него жена, еврейская женщина такая вот очень волевая, которая тоже была его менеджером. То есть не нужно бояться этого. А женщина, да, она должна признать, что, возможно, во мне нет этих женских составляющих мягких, но я, например, очень прекрасный, хороший организатор, который может настолько великолепно все устроить, что будет плюс и мне, и моему супругу. Продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Открыть, пожалуйста, вот такой психотип. Женщины всегда права. То есть не доказывает, не скандалит, но очень сильная такая сердцевина, харизма, да? И вот, ну, допустим, даже пожилую женщину я наблюдал такую. Вот она говорит в больнице, здесь 8 человек там в палате, окно надо открыть. Шесть говорят, надо закрыть. Она больше ничего не доказывает, но окно откроют. То есть они всегда правы, никакого анализа, но как-то у них все вот получается так вот без скандалов, без, ну, вы поняли меня, то есть очень сильное такое естество. И вот знаю трех таких женщин разных возрастов, все развелись. Объясню, почему. Потому что в психотипе подобной женщины очень выражена составляющая матери. Ну, у Юнга называется «великая мать», если все-таки это женщина, которая, да, действительно создает уют, в ее доме тепло, в ее доме вкусно пахнет. Не обязательно, что она сама готовит эту еду. Может быть, она так обустроила быт, что все это делают, но там очень комфортно находиться. Однако в таких отношениях как раз вступают в силу те самые инцестные запреты. То есть когда мужчина начинает чувствовать себя сыном, тем самым божественным сыном, о котором тоже говорил Юнг. «И вот она мама, вот он сын». Ну, собственно, какая там интимная близость? Она практически сходит на нет, хотя этот мужчина говорит «да, мне комфортно», «да, мне вкусно», «да, мне прекрасно», «спокойно», но, к сожалению... Так, сейчас мы попробуем... В почве браки распадающихся. А, восстановилась. Можно вас попросить, Ирина, еще раз последнюю фразу повторить, потому что были проблемы. Я говорю, что вот, пожалуйста, есть мама, есть сын, и вступают инцестные запреты. То есть сын с мамой не может заниматься интимной близостью, то есть не может быть интимной близости, не может быть секса. Да, ему комфортно, да, ему хорошо, да, ему вкусно, но влечение от этих женщин не пропадает. И это становится основой того, что такие браки распадаются. Вот у нас еще один звонок. Здравствуйте. Да, доброе утро. У меня будет два вопроса. А как вы сделали выводы про эту женщину, которая там бросила семью, уехала жить в другую страну, там, с детьми? По словам отца, это все сделали. Если послушать, наверное, ее, то у нее совсем другая история, другая сторона медали. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот смотрите, у меня есть знакомый один, у которого было три жены. Как он рассказывает про... Он не про одну жену не говорит плохо. Говорит, первая, я буду штампами говорить, говорит, первая у меня была еврейка. Помогла мне. Я заработал денег. Она мне помогла сберечь капитал. Все. Говорит, идиллия жили. Говорит, развелись. Не знаю причину. Вторая, говорит, у меня была украинка. Готовила, говорит, все было хорошо. Вот откормила меня, он набрал там лишние килограммы. И третья жена у него, русская. У меня, говорит, вообще издиллия. Мы сошлись по менталитету и все. Почему тогда мужчина меняет себе трех женщин за свою жизнь? И не факт, что он еще остановился. Да, мне казалось, что вы рассказываете анекдот. Третья, что было бы с вами с женкой, по-моему, как хорошо ухаживать за могилками. Ну, в данном случае, может быть, этот мужчина, вот со второго вопроса начну, по типу ребенок, и в данном случае он ищет, где ему комфортнее, где ему слаще, где для него условия будут более подходящими. Более того, этот мужчина будет искать бесконечно, пока он не найдет вот ту самую маму, рядом с которой ему будет комфортно. Другое дело, что, скорее всего, он будет ей изменять, но снова и снова возвращаться к этой женщине, потому что здесь его согреют, обогреют, то есть создадут ему уют, и зачем искать что-то другое. А она его будет все время прощать, потому что она оправдывает себя и говорит, ну, возвращается он все равно ко мне. А по поводу первого вопроса про женщину, дело в том, что они все у меня перед глазами, и она ездит за границу, она не уехала, эта женщина за границу, она ездит, путешествует много, но одна, без детей. А дети все время вот на шее у папы, и вплоть до того, что его новая жена, 15-летнюю девочку, повела на первый прием к гинекологу, хотя это должна делать мама. И как раз ко мне с таким запросом и обратилась эта женщина, она говорит, я не понимаю, я вот в браке с этим мужчиной, должна ли я становиться для детей второй мамой, то есть выполнять вот такие вот функциональные обязанности. Слушатель тут спрашивает, что означает мягкий мужчина, не способный зарабатывать деньги? Ну вот, что это за тип, я понимаю? Это, ну вот, такой психотип называется творец. То есть, я могу создавать нечто, то есть, это музыка, картины, произведение, искусство какие-то. Например, это может быть прекрасный архитектор, архитектор, у которого великолепные знания, но который вот не может пристроить, что называется, и выгодно продать свой проект. Хорошо, если он попадет в какое-то русло, в какое-то бюро, и там люди увидят его талант, способности и смогут это выгодно презентовать и продать. Вот эти мужчины умеют творить, и за это их надо ценить. Именно такие мужчины, кстати, дают женщинам ощущение богини, они говорят, ты моя богиня. Они могут приготовить ей с утра омлет, а вечером сделать массаж ножек. И это не значит, что этот мужчина слабак, да, это такой психотип. И многие женщины как раз о таком мечтают. И возможно, мужчина будет с ними на всю жизнь. Кстати, еще один клинический пример я приведу. Один молодой человек знакомится в социальных сетях с женщиной на 15 или 20 лет, она его старше была. Она серьезнейший бизнесмен. Она занималась оборудованием, очень тяжелым оборудованием в военно-промышленном комплексе. При этом выглядела абсолютнейшая такая блондинка, барби, голубые глаза, светлые волосы, кудрявые. И он рядом с ней ничего не делал. Вы знаете, в какой-то момент она тяжело заболела раком. И все думали, что он откажется от нее. Вы знаете, он до последнего дня кормил ее из ложечки, и все родственники сказали, да, действительно, он достоин того, чтобы, возможно, ты ему там оставила какое-то наследство. И это тоже история, которая прошла у меня перед глазами. Он потом долго не мог никаким образом устроиться. То есть он не мог зарабатывать деньги, ему остался дом, большая собака после смерти жены. И спустя некоторое время он находит в Европе, в Швейцарии женщину вот такого же психотипа. И она счастлива, безумна. Вот они уже два года в браке, и она говорит, у лучшего мужчину я не могла представить в своей жизни. Да, он всего лишь занимается домашним хозяйством, но она зарабатывает деньги, ее это устраивает. У нас еще один звонок. Здравствуйте, наверное, уже последний звонок. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, у меня есть знакомая семья, в которой было 10 детей. Мать очень вырывая женщина. Муж убежал на пасеку, в конце концов. Ну, он приходил домой, там, туда-сюда, а она работала, но работала так лишь бы. И вот самое интересное, что ни муж, ни дети. Дети все потом, как только окончались школу, все разбегались. Муж жил на пасеке. Вы знаете, мне даже жалко иногда становиться таких женщин, потому что вроде бы у нее семья есть, и в то же время не особенная семья. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь мы с чем сталкиваемся, что все-таки энергия конечна, и в каждом человеке есть свой запас энергии. Здесь вы говорите о том, что у этой женщины было 10 детей, плюс какое-то домашнее хозяйство. То есть, вы представляете, она, что называется, жила на последних резервных силах. Ну, да. Опять у нас... А мужчины всегда от маленьких до больших, они все питаются энергией женщины, так природой устроено. И он ушел на пасеку, потому что ему не хватало здесь энергии от собственной женщины. Детям точно также не хватало энергии, внимания, заботы. Здесь вопрос следующий, что, конечно же, можно и нужно распределять вот эту энергию, а по принципу, что чем больше, тем лучше, наверное, здесь этот принцип не сработал. Ну вот, если подводить итоги вот нашей сегодняшней беседы, что делать мужчинам? Ну, условно говоря, раньше была схема, которая, ну, пускай вот эта патриархальная схема, как бы ее не ругали, но она была ясной и понятной. Мужчина должен заниматься добычей денег, вести вот за собой всю семью, жена обеспечивает тылы. Вот как, нужно ли теперь обращаться к психологу, чтобы понять свой психотип и понять, кто тебе нужен? Вот как найти себе так пару, чтобы это все идеально совпало в нашем таком уже меняющемся мире? Ну, вот, слава богу, что сейчас все-таки психологическое просвещение уже в средних школах ведется, и в институтах это обязательная программа, когда читаются лекции по психотипу. Вообще, люди всегда любят, чтобы их классифицировали. Как в мультфильме «Давай я тебя посчитаю», не надо меня считать. На самом деле, людям очень интересно получать знания о себе, в том числе о своих психотипах. И, конечно, психотип основной, ведущий, это как группа крови, психотипа, то есть он неизменен, неизменен, то есть он будет к тебе превалировать, он будет определять твои стратегии поведения. И если ты действительно вот такого психотипа, ты теперь будешь знать, кто твоя комплементарная пара. И способность донести это до своего партнера, что «да, я могу что-то другое», не все на это способны, то есть не всегда хватает смелости сказать «да, я не могу зарабатывать деньги, но зато посмотри, у меня пять научных патентов». И мы вместе сможем их использовать для того, чтобы это принесло нам благополучие в семье. Все вопросы нужно проговаривать, а вот не все умеют договориться. Иногда требуется помощь в данном случае психолога или психотерапевта. Но я желаю будем разобраться самим, попробовать, во всяком случае, ведь когда начинаем говорить, всплывает что-то новое, новое, новое. И умение слушать и говорить о своих проблемах великого стоит. А я хочу сказать, что мы периодически встречаемся с Ириной Богатчик, с российским психологом-психотерапевтом в эфире Радио Болтком, и вот у вас есть тоже такая возможность, дозвонившись к нам в прямой эфир по телефону 6212-93-9, задать вопросы и попытаться, может быть, найти ответы на те вопросы, которые вас волнуют, не совсем, вот у нас есть такое точное время выхода программы, поэтому обязательно следите на сайте MixNews за нашими анонсами, а мы будем встречаться с Ириной Богатчик, надеемся, вот с какой-то периодичностью. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу и до свидания. Да, спасибо огромное всем, до свидания, хорошего дня.